Главной темой очередной еженедельной планерки стал вопрос об организации и проведении пасхальных мероприятий в городе Чебоксары. В канун Святой Пасхи 15 апреля Россию привезли благодатный огонь из Иерусалима. Традиционно делегацию с благодатным огнем в Москве встречали представители Чувашской митрополеи. В Чебоксары огонь привезли специальным рейсом Покровско-Татьянский собор. Мероприятия, посвященные светлому дню, будут проходить на нескольких площадках города. На территорию города уже проходят фестивали. Вчера большой православный фестиваль состоялся в Новоежном районе. Со стороны администрации города была оказана техническая поддержка. В детских садах более 10 тысяч юных чебоксарцев представили свои работы и поделки в семейном конкурсе «Пасхальные мотивы». В школах пройдут информационные часы и занятия в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики». В ДК также запланированы мероприятия с участием капеллы классики, где будут исполняться православные произведения. Самые главные торжества состоятся в храмах, церквях и монастырях. Также на совещании обсудили вопрос о проведении ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов в 2019 году. В столице Чуваш на протяжении нескольких лет работают под программой автомобильной дороги, муниципальной программой развития транспортной системы города Чебоксары. В Московском районе города Чебоксар в список домов для проведения ремонта дворовых территорий вошли 11 адресов. В Калининском – 13 и в Ленинском – 8 адресов. Для определения подрядной организации по выполнению ремонтных работ был объявлен электронный аукцион. В результате проведенных аукционов победителями были признаны по объектам Калининского и Московского района ООО «Техремстрой», по объектам Ленинского района ООО «ДСК-1». До подписания договоров с данными организациями у Владимира Ивановича Филиппова было проведено рабочее совещание. До подрядных организаций были доведены требования по производству работ, по качеству, по срокам. Также были обсуждены вопросы неформальной занятости. Еще одной немаловажной темой обсуждения стали результаты работы на электронном ресурсе электронный магазин города Чпоксары по осуществлению закупок малого объема за первый квартал 2019 года. Электронный ресурс электронный магазин города Чпоксары функционирует с 1 января 2019 года и применяется для осуществления закупок малого объема органами местного самоуправления, казенными, бюджетными и автономными учреждениями города Чпоксары. Порядок организации работы на электронном ресурсе регламентируется постановлением администрации города Чпоксары от 12 октября 2018 года к номер 2000. Оператором электронного магазина «Горчебоксары» определена электронная торговая площадка «РТС-Тендер». Техническая и информационная поддержка электронной системы осуществляется бесплатно. Электронный магазин в первые же месяцы работы показал свою эффективность. За январь-март 2019 года посредством электронного магазина заключено 2120 договоров на сумму 53,6 миллиона рублей. Экономия бюджетных средств составила порядка 13 миллионов рублей. В том числе бюджеты города Чебоксары – более 7 миллионов рублей. Экономическая эффективность – 19%. Также жителям города Чебоксары напомнили о соблюдении правил безопасности при выжигании сухой травянистой растительности. Уважаемые жители города, обращаю внимание, уже установилась сухая, устойчивая, теплая погода. И уже только за истекшие сутки неоднократно были возгорания сухой травы, в результате которых некоторые граждане потеряли свое жилище. Хорошо, что это не в городе Чебоксары, но тем не менее. Это было и очень близко к Чебоксарскому районе. Несколько домов сгорело именно по причине несоблюдения людьми правил выжигания сухой травянистой растительности. Обращаю внимание, что прилегающая территория к зданиям и постройкам необходимо от сухой и любого горючего мусора очищать, собирать, но ни в коем случае не сжигать. Еженедельная городская планерка завершилась поздравлениями и вручением почетных грамот и благодарностей 14-ти муниципальным служащим администрации города Чебоксары в честь прошедшего дня местного самоуправления. Анна Гаврилова, Илья Волков. Жизнь столицы. Илья Волков. Жизнь столицы.